Жительница Новокуйбышевска Светлана Кураншина в поликлинику по месту жительства пришла за вторым компонентом вакцины. Некоторое время назад, взвесив все риски и изучив статистику заболеваемости коронавирусом, решилась на прививку. Вспоминает, что после процедуры немного кружилась голова и незначительно поднялась температура. Но в целом состояние было стабильным и опасений не вызывало. Мне сказали, что нужно попить. Я попила и все. Остальные дни все было хорошо. Привиться впервые решила Наталья Мухановская. Работа женщины заключается в частом общении с людьми. А это, как известно, всегда высокий риск подхватить инфекцию. У нас работа идет только с населением. То есть приходят разные люди и нет гарантии, что кто-то из них не является носителем этой инфекции. Поэтому желательно привиться, чтобы не получить дальнейших осложнений. Вакцинация населения в Новокуйбышевске проходит в четырех прививочных кабинетах. Три из них расположены в поликлинических отделениях и один в поселке Маяк. Здесь жителей принимает фельдшерско-акушерский пункт. За день медики успевают привить от 200 до 600 пациентов. Первый компонент вакцины в Новокуйбышевске уже получили 14 тысяч человек. Из них 12 тысяч уже сделали вторую инъекцию и таким образом полностью завершили вакцинацию. Особенно, по словам медиков, необходимо привиться людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. Если у вас есть сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, то вам вакцинироваться нужно в первую очередь. Эти заболевания не являются противопоказанием, это наоборот показания к вакцинации. Летом, да, обострение хронических заболеваний, конечно, есть, но это не откладывает вакцинацию, то есть вакцинироваться вам все равно можно. Записаться на прививку можно через госуслуги по номеру 122, либо позвонив в районную поликлинику. Процедура является добровольной и бесплатной. Также в круглосуточных пунктах, мобильных прививочных пунктах и в пункте вакцинации в торговом центре «Аврора» принимают без предварительной записи. Но так же, как и в поликлинике, перед прививкой проводится осмотр врача. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность. Ольга Павлова, События.